Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Во вторую, в одну поездку. Обе в XIX веке являлись художественными, литературными и шире культурными центрами. Наши герои – Абрамцева и Муранова. Давайте, Марат, начнём беседу с Абрамцева. Предупредим наших слушателей, что если будет время, мы, конечно, поговорим о Мураново. Если нет, просто перенесём разговор о нём в другую программу, потому что всё-таки, с одной стороны, это две полноценных беседы, с другой стороны, их очень часто объединяют в один маршрут. Тем более, что они пересекаются своими гостями. Но вот Абрамцева – это одно из самых знаменитых мест в Подмосковье. Гоголь, Тургенев, Репин, Поленов, Серов, Воснецов, Шаляпин, Станиславский. И вот далеко не полный список имён тех, кто бывал в этой усадьбе. Но, безусловно, особое внимание стоит уделить двум её владельцам, хотя известно и о более ранних хозяевах. Это семьи Головяных и Молчановых. Но культовым местом Абрамцева стала именно Приаксаковых, а затем и Мамонтовых. Да, безусловно. И самое главное, что за последние годы, за последние несколько лет Абрамцева возродилась. Мы прекрасно помним с вами те тревожные репортажи наших коллег, те заботы великого реставратора Савы Ямщикова, поэта Юрия Кублановского, очень многих представителей московской интеллигенции об Абрамцеве, о том, что оно находилось в запустении, и музейная жизнь. Мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Да, музейная жизнь там существовала, усадьба работала, принимала большое количество туристов. Но что они там видели, то плачевное состояние усадьбы, и главное, усадебного деревянного дома, а это уникальный пример деревянного классицизма русского, да, всё это вызывало очень большую тревогу. И вот за последние годы новой командой во главе с директором музея-заповедника Абрамцева Еленой Константиновной Ворониной удалось очень-очень многое. А что мне нравится, у них ещё и много планов на будущее, да, целый вот этот вот культурный посёлок, если успеем, тоже об этом поговорим, потому что, конечно же, всегда приятно, что помимо того, что в музее сохраняют традиции, коллекции, наследия, ещё и развиваются, и идут в ногу со временем. Да, безусловно, и очень активной выставочной работой мы сегодня поговорим о тех выставках, или о той выставке очень интересной, которая в конце декабря стартует в Поленовском доме. Вообще, я, кстати, прошу прощения, что перебью, коротко вспомнила о выставке, на которую я попала в прошлом году, вот как раз в это время она была с декабря по январь, была она посвящена Снегурочке, две Снегурочки, Савва Иванович Мамонтов и Константин Сергеевич Станиславский. И очень мне понравилась эта выставка, но возвращаясь к сегодняшним дням, Марат, и к гостям, которые приезжали в эту усадьбу. Кстати, наша программа тоже выходит по субботам, а когда-то в этих местах любили устраивать так называемые Оксаковские субботы. Регулярно по субботам в доме собирались и Щепкин, и Загозкин, и Погодин, и Шаховской, и кого там только не было. Да, и вот эти два равных периода, равных по своей активности, по художественной жизни, по средоточению талантливых русских людей, два периода Оксаковский и Мамонтовский, это, конечно, такие вершины Абрамцевской истории. Напомним так, по хронологии, что Абрамцево переходит к Оксаковому, Оксаково приобретает эту усадьбу в 1843 году, а вроде бы совсем немного времени прошло, уже в 1859 году Сергей Тимофеевич Аксаков умер. Но вот этот короткий период, это было действительно место встречи. Может быть, эти гости не так активно и долго жили, как при Мамонтове, когда это была просто художественная столица. Но, тем не менее, всё равно они этот дом украшали. Более того, дети, ещё здесь есть идеологическое наполнение этой усадьбы, дети Сергея Тимофеевича Аксаков и его сыновья, известные славянофилы, фактически создали такой кружок славянофилов. Кроме того, здесь, в этой усадьбе Сергей Тимофеевич Аксаков пишет и записки, и хронику свою знаменитую семейную, детские годы Багрова внука и другие свои знаменитые произведения «Аленький цветочек». Всё это появляется в Абрамцево. Причём пишет он это уже в зрелом возрасте. Да, но самое главное, что когда Аксаков со своей женой приехал впервые в Абрамцево, им дом очень понравился, они даже, значит, потрогали тёз, посмотрели, что вроде бы этот деревянный старый дом не ветхий, вполне можно в нём жить, но оказалось, что совершенно это всё не так, и нужно большой ремонт осуществить, много было расхода, фактически переложили полы, но тем не менее вот Аксаковский дом и какая-то вот такая конфигурация, топография этой усадьбы, она, в принципе, мамонтовыми сохранялась впоследствии. Мамонтовы очень бережно, и Савва Иванович Мамонтов, и его жена Елизавета Григорьевна, они вот как-то стремились сделать так, чтобы вот этот Аксаковский дух, художественный дух, дух интеллигенции, он здесь сохранялся. Может быть, и поэтому через 10 лет после смерти Аксакова, когда дом находился, ну, фактически он был пустым, и дочь Аксакова Софья Сергеевна продала Мамонтовым этот дом, они приобрели его именно за имя, за историю, потому что было намного ближе к Москве, много усадеб, и дешевле, и более оснащённо даже технически уже к тому времени. Ну и, кстати, они продолжали сохранять всё, что связано с Аксаковыми, да, и Аксаковские комнаты там тоже были. Но вот возвращаясь к гостям, которые приезжали к Аксаковым, да, потому что вот, кстати, такое сравнение, и разница во времена Аксаковых, это был такой больше писательский кружок. Во времена Савы Мамонтовы это именно художники, да, в основном туда приезжали. А потом и актёры уже. А потом и актёры, да. Но вот я хочу вспомнить одного из гостей Аксаковского дома, это Николай Васильевич Гоголь. Кстати, очень многое в Абрамцево в этом году было посвящено именно Гоголю в связи с юбилеем писателя, и тоже были тематические выставки, на мой взгляд, очень интересные. И вот там же Гоголь, насколько я помню, читал первые главы второго тома «Мертвых душ». Да, да, вот это таинственное чтение, оставшееся в памяти. Помните, как он описывает, что боялся, что будет Гоголь читать своё произведение, а вдруг его гений куда-нибудь ушёл, и это уже будет не тот Гоголь, которым я восхищался. Но в итоге всё получилось. А вообще Гоголь и меланхолию свою, и, говоря таким современным языком, депрессию, как-то оставлял в Абрамцевском доме. Был Гоголь весёлым, неожиданным для очень многих, которые знали о нём, какой-то шлейф слухов шёл в Москве, а в Абрамцеве они видели его совершенно иным. Вот это действительно дом, который как-то настраивал на творчество, давал какую-то силу людям. И не случайно Мамонтовы, приобретя, они фактически сразу же начали приглашать художников. Правда, надо сказать, что это не был какой-то вот такой стихийный приезд, и не было это, скорее, такое желание за даровой стол вот сесть и, собственно, не знать каких-то материальных забот. Художники при Мамонтове всё-таки организованно приезжали. Насколько я помню, Мамонтовы с ними познакомились ещё будучи за границей. И ещё будучи за границей. Например, опять же, о выставке, но другой совсем и грандиозный, и не в Абрамцеве, а той, которая проходит в Третьяковской галерее, выставке Василия Дмитриевича Поленова. Кстати, очень многие работы Поленова созданы именно в Абрамцеве. И познакомились они в Риме, как, например, и со скульптором Марком Антокольским. Вообще была такая группа русских римлян, как их называли. И там Савва Иванович Мамонтов познакомился с Поленовым. Потом-то была крепкая, долгая дружба и с ним, и с его сестрой Еленой Дмитриевной Поленовой, которая тоже очень многое принесла в Абрамцевскую жизнь. Вообще женская история Абрамцева, она тоже женский сюжет, очень важный, потому что здесь всё наполнено было духом. Елизавета Григорьевна Мамонтова, Елены Дмитриевны Поленовой, Веры Репиной. Они устраивали и мастерские, и собирали по окрестным деревням всякую утварь. Собственно, то, что мы сейчас тоже можем увидеть. Да, и ездили такие экспедиции, организовывали, например, и Ярославскую губернию. Кстати, Елизавета Григорьевна Мамонтова была фактически хозяйкой Абрамцева и правовой такой, и покупчей, которую оформили, приобретя усадьбу. И вот это вот оформление покупки оказалось очень прозорливым, поскольку мы знаем, чем завершилась. Такая предпринимательская судьба Мамонтова, он разорился, он был осуждён даже на некоторое время, вернее, он находился в заключении. Вообще, крах произошёл всего его предпринимательского дела, когда он не смог расплатиться кредиторами в 1899 году, такая беда пришла в дом. И, собственно, после его освобождения, тем не менее, был описан и изобрали его дом. Квартиру в Москве они потеряли, а вот поместье в Абрамцево осталось в семье. И поэтому ещё долго, фактически до революции, даже до 1918 года, а в прошлом году музей-усадьба Абрамцева отмечал своё столетие именно как музей государственный, то есть ещё около 18 лет музей находился в семье Мамонтовых. Вот это, конечно, очень важная история, ещё и свидетельствующая о таких ренессансных, что ли, людях, то есть людях, которые в конце 19 века умели, казалось бы, всё, да? Да, например, Серов. Валентин Серов фактически такой ребёнок мамонтовской семьи, потому что в 13 лет он приезжает впервые в Абрамцево, Елизавета Григорьевна считает своей второй матерью. Фактически вторая мама, да. И он же ведь художник великий, но в то же время в Абрамцевских таких самодеятельных, но очень высоких по своему искусству спектаклях он прославился там, среди вот этого круга Абрамцевского, кружка даже художественного, точнее сказать, в качестве актёра, например. А в Абрамцеве начинает формироваться то, что потом получит название Мамонтовской частной оперы, в которой прославится уже Фёдор Иванович Шаляпин. Поэтому вот такая россыпь имён, фактически каждое имя требует отдельного и особого разговора, всё это на небольшом пространстве неподалёку от Ходькова монастыря. Вообще земля какая-то очень благодатная, земля Сергиево-Пасадская, Радонежская земля. Вот вы правильно сказали, что туда приезжаешь, даже если ты в каком-то таком немного грустном настроении, как рукой снимает всё. Даже Гоголь оживал. Ну, если Гоголь оживал, то да. А Врубель оживал, который тоже был меланхолик, так мягко говоря, да, и при этом благотворное какое-то влияние. Вот эти праздники, с одной стороны, тщательно придуманные, например, Сава Иванович Мамонтов, железодорожный магнат, можно сказать, как тогда говорили, и презрительно немножко, миллионщик, да, его называли, и завидуя ему очень многие. Тем не менее, он находил время, например, сочинять пьесы. Или заниматься лепкой. Резьбой, лепкой, да. Или заниматься резьбой. Вот тоже человек ренессансный, тоже человек эпохи Возрождения. Всё умел, всё в его руках ладилось как-то, до поры до времени, конечно. И вот этот рубеж, 1899 год, он, как мне кажется, начало череды бед мамонтовских. Не случайно в этом году, в 99-м, уходит от него, из его такого пространства художественного, Шаляпин, например, да, потому что за как-то спиной мамонтова он обсуждал с Теликовским, знаменитым, фактически, хозяином таким, ну, он государственный чиновник, но в то же время он очень важный такой, не антропренёр, но очень важное художественное лицо, руководитель московской дирекции императорских театров, в общем, об уходе на императорскую сцену. Потому что уже понятно было, что мамонтовская частная опера для Шаляпина очень тесная, уходит, уходит Коровин, и уходят деньги, прежде всего, потому что всё это требовало больших затрат, каждая его постановка, прежде всего, оперная. Вот эти вот, ну, достаточно, можно сказать, и по тем временам щедрые гонорары художникам, всё это уже мамонтовы не могут платить. Тем не менее, какое-то количество людей остаются, прежде всего, например, Серов, он остается верен себе. Вот вы о нём заговорили, и я вспомнила, конечно же, знаменитую историю создания портрета «Девочка с персиками», вообще, о детях мамонтовых, и в частности, Вера, она очень часто позировала художникам, её любили писать. Я помню прекрасно вот на выставке в Третьяковке, посвящённой творчеству Валентина Серова, какая была толпа около именно этой картины. Да, но вот у меня в Абрамцеве любимая... Чтобы понять истоки, нужно поехать в Абрамцево. Поехать в Абрамцево. У меня в Абрамцево есть любимое место – это столовая. Потому что она, во-первых, всеми узнаваема, потому что каждый из нас с детства знает эту столовую как будто свой родной дом, как будто свою родную комнату. На самом деле, когда приезжаешь в Абрамцево, кажется, что она очень большая. А на самом деле, когда присматриваешься, оказывается, что она очень уютная, очень хорошо организованная, да. И в этой большой столовой, собственно, этот портрет и был написан. Помните воспоминания о том, какая она была шаловливым ребёнком, очень неусидчивым, было сложно её заставить посидеть, и чтобы она хотя бы какое-то время провела в спокойствии, как раз разложили эти персики. Разложили эти персики, да, потому что есть разные версии, вот одна из них гласит, что Вера прибежала, играя в казаков-разбойников, запыхалась и вот села, её уговорил Серов позировать, а персики, кстати говоря, не заморские, а её садебный оранжерейс. И, собственно, художник-то она знала прекрасно и хорошо, его называли, в доме вообще у всех были какие-то домашние, ну, как было тогда принято домашние имена. Например, у Веры было неожиданное имя Яшка, поэтому часть, значит, есть там на усадебном дворе такая Яшкина дача, ну, где-то метров 500, мне кажется, от усадебного дома неподалёку, потому что это вот такой домик, в котором играл и в который приходил до Вера. А Валентина Серова называли Антон неожиданно. Вот такая интересная история. Игра слов, и, собственно, Антон-то этот, Валентин Серов, он ей был хорошо знаком, он на 10 лет её старше. Вообще, Вера, вот сколько ей лет? Ей 12 лет на портрете, Серову 22. А они, фактически, ну, так условно говоря, брат и сестра, потому что они выросли в одном доме. Но, к сожалению, вот эта оптимистическая портретная история, светлая, всё равно мы видим, что на портрете у Веры немножко печальное лицо. И вот о её судьбе, о том, как закончилась её жизнь очень быстро, мы, наверное, поговорим, да, сегодня обязательно? Буквально несколько минут перерыв на новости, и мы снова вернёмся в студию. Программа «Культурное путешествие» снова в эфире. Полина Ступак и Марат Сафаров. Мы сегодня в программе говорим о прекрасном музее-заповеднике недалеко от Москвы, Абрамцево, любимое место, куда, кстати, приезжают и иностранцы. Меня, например, многие друзья просят свозить их именно туда. И я однажды даже очень удивилась и не поняла, почему. Они говорят, ну как почему? Потому что Мамонтов известен во всём мире. Я говорю, ах, вам только Мамонтов. Ну, поехали, я вам сейчас не только про Мамонтова расскажу. А мы, Марат, продолжим историю о Серове и его знаменитом портрете. Да, Вера Серова. И вот эта печаль, мне кажется, да, несмотря на то, что шаловливая она, может быть, от того, что мы знаем её последующую жизнь. А есть, кстати, в усадьбе ещё один замечательный, на мой взгляд, портрет Веры Мамонтовой работы Виктора Михайловича Васнецова. Такой большой, грандиозный портрет. А глаза её использовал тот же Васнецов в Алёнушке. И вот эта вот, ну, фактически такая, да, героиня очень многих художников, а жизнь её сложилась трагически. Сначала она вышла замуж. Замуж она вышла за такого дворянина Самарина. Причём долго, несмотря на её известность, за то, что её отец был не последний, мягко говоря, да, человек в России, Самарины не давали разрешения на брак, потому что они дворяне. А мамонтовы купцы и такие мувориши, фактически, какие-то железнодорожники. Зачем нам, столбовым дворянам, с ними родниться? Но, тем не менее, потом всё-таки мать Александра Самарина дала разрешение на брак, благословление, и вот они поженились. И родились у них трое детей. Но уже в 1907 году, совсем скоро после, ну, буквально там, по-моему, 5 лет они прожили в счастливом браке, в 32 года Вера умерла от пневмонии. Это был вот страшный удар. Вот череда ударов после разорения, и вот дальше Сава Мамонтов из этой череды, из бед, из этих, никак не мог выйти. И похоронили веру около церкви, которая уже тогда, значит, сияла. А церковь вообще заслуживает особого внимания. Да, в Абрамцеве, да, и построена она, мне кажется, вот очень правильно, я где-то прочитал такое определение. Построена она соборна, поскольку строили её все художники. Всем миром, строили всем миром, потому что действительно и Репин, и Воснецов, и Поленов, по-моему, стены расписывал сын Сергей Мамонтов. Я всем рекомендую, если вы вдруг не пойдёте в усадебный дом, туда, насколько я помню, только с экскурсией можно попасть. Но если вдруг не захотите, то уж церковь точно не пропустите, обязательно туда сходите. Да, вот эта вот сложность, о ней многие говорят, экскурсанты, те, кто побывал в Абрамцево, вообще, это история вот наших деревянных, прежде всего, усадебных домов, которые требуют экскурсионного посещения. Понятно, что если вы приезжаете летом, то эта экскурсия группа набирается очень быстро, но в иные сезоны иногда приходится ждать, а иногда не удаётся вообще войти в дом. Поэтому такая сложность существует. В сам усадебный парк, в отдельные, значит, музеи можно зайти, например, в тот же самый Поленовский дом, в котором проходят выставки. Но вот с усадебным домом, с основным, собственно, из самой его жемчужины, с гостиной, вернее, даже со столовой, точнее, где был написан портрет Серова, вот такие есть сложности. Кстати говоря, про храм. Храм действующий, правда, служба в нём проходит несколько раз в год, прежде всего, на праздники. Ещё есть очень хорошие усадебные традиции в памятные дни мамонтовской семьи устраивать там панихиды. Кстати, Исава Иванович Мамонтов похоронен рядом с храмом, рядом со своей дочерью, рядом со своей женой, потому что Елизавета Григорьевна дочь пережила всего на несколько месяцев. Кстати, сам Мамонтов, чтобы как-то вот заключить его историю, он умер в 1918 году уже после революции, и умер он не в Абрамцево, а совсем недалеко от нашей студии. За Бутырской заставой, на нынешней улице Правды, вот там у него был дом и мастерская, куда были перенесены абрамцевские, значит, вот эти ремесленные и художественные все мастерские, вот там, собственно, он находился, и там он скончался. Его тело было перевезено для захоронения по завещанию в Абрамцево. Надо сказать, что существует очень интересная книга, мы с вами её читали совсем недавно. Это книга доктора искусствоведения Марии Владимировны Нащёкиной «Московская архитектурная керамика. Конец XIX – начало XX века». Я её не могу вот так вот смело рекомендовать всем, поскольку, во-первых, она не очень доступна, она вышла уже около пяти лет назад, во-вторых, она не очень дешёвая, потому что она просто фолиан такой художественный. Если будет возможность, например, библиотека где-то её найти, очень мы её рекомендуем. Там отдельная глава посвящена детально с фотографиями художественной керамики Абрамцево. Причём вот эти фотографии очень важны, поскольку, когда вы окажетесь в музее, не всё можно увидеть, просто в буквальном смысле, потому что настолько миниатюрные есть работы, которые глазу, вот, собственно, человеческому не подвластны. Лучше это видеть даже иногда на фотографиях, хотя, конечно, атмосфера Абрамцевского дома и вот эти майолики, которые сохранились, они, конечно, уникальны. Наверное, таких повторений очень мало в России и в других странах мира. Что мне понравилось в этом музее, один из экспонатов, который я запомнила, это такая скатерть, которую расписывали все гости, а потом их росписи хозяйка с дочерьми вышивала. Сразу понятно, что и хозяева ценили гостей, и гости очень любили сюда приезжать. И вот для меня было тоже очень интересным рассматривать работу самого Савва Мамонтова. Мы как-то все привыкли, что это меценат, коллекционер, а вот то, что он был ещё и творческий человек, немногие об этом задумываются. Тем не менее, он устраивал там всякие конкурсы, например, кто лучше друг друга слепит. Он лепил Васнецова, например, есть бюст этот. Да, ну, его называли великим дилетантом, потому что он во всём как-то оставил след, он вообще человек был, конечно, экстравагантным. А, по-моему, он же когда-то, у него и голос был неплохой. У него и голос был неплохой, да, но он на сцену своей, конечно, оперы понимал, что рядом Шаляпин, рядом большие мастера, рядом ещё тогда были модные в России итальянские исполнители. Ну, выходить на сцену было бы как-то не камильфо, но на домашних вечерах он пел, а вообще человек он был экстравагантный, Италию он очень любил, и он часто появлялся в итальянских плащах. Вообще, на фотографиях, которых, кстати, в доме очень много, мамонтовы очень любили фотографироваться, ну, такой непоседливый человек выглядит, да, вот такое впечатление. Ведь как мы привыкли читать фотографию конца XIX или начала XX века, это статичные какие-то фигуры, напряжённые, да, а здесь очень вольный, свободный такой господин, вальяжный, я бы сказал. А не случайно его называли Савва Великолепный, ну, как Лоренцо Медичи, да, причём сначала вроде как иронично, по-моему, такую завёл ему прозвище Нестеров, но потом уже как-то вот ироничность отошла, и действительно ведь он как Лоренцо, но с другой стороны и художественный деспотизм в нём был. Он давал свободы, но в то же время он направлял очень твёрдо в то русло, которое было ему необходимым. Ну, наверное, без этого всего бы это не было. А без этого не могло бы быть, да. Мне кажется, что это вот в истории нашей, если взять таких великих покровителей искусств, я бы назвал два имени, это, конечно, Савва Иванович Мамонтов и знакомый его молодой Сергей Павлович Дягилев. Вот можно их соотнести, это разные времена, потому что Дягилев подхватывает эту всю художественную жизнь уже в начале XX века, когда Мамонтов отходит от дел. Но вот действительно они внесли огромный вклад, потому что они были людьми предприимчивыми, они знали, откуда берутся деньги и что искусство требует материальных средств, и в то же время были очень щедрыми людьми. Не случайно вот многие такие завистники Мамонтова, они осуждали его оперу, считая, что опера его, вообще всё это предприятие, оно убыточно по определению, поскольку оно создано для дамы сердца. Да, Елизавета Григорьевна, верная купеческая жена, всё, она рядом с ним, но фактически уже и не рядом, потому что была любовь. Татьяна Любатович, певица такая, причём завистники говорили недоброжелатель, что среднего, значит, регистра голоса её, а некоторые говорили, что вполне себе ничего. Тем не менее, она блистала 10 сезонов почти, да, на этой сцене, и очень многое для неё делалось. И, кстати говоря, современники вот эту Татьяну, они ставили в ряд так называемых демонических женщин, то есть женщин, которых любили богатые предприниматели, богатые русские люди, и всё к их ногам. Ну вот другой Савва, Савва Морозов и, скажем, Мария Андреева, такой же, да, треугольник, или, как сказать, да, фактически любовная история, актрисы художественного театра, и всё для художественного театра создаётся, а вот если взять, опять же, оперу, около 50 опер были поставлены на средства Мамонтова. Некоторые из них, например, Моцарт и Сальери, Царская невеста, вообще впервые были поставлены, или Садко. Поэтому говорить здесь не только нужно, да, об Адиле Терри, но и о том, что действительно это была большая-большая художественная история. Кстати говоря, в конце жизни Мамонтову как-то вот уже отношение вот это вот, когда он не был в центре внимания, и в центре, например, и каких-то художественных свершений и скандалов, отношение в конце жизни к нему было достаточно такое ровное, и все оценивали его реальный вклад. Надо сказать, что уже в советское время, например, в 1945 году в музее Глинки был вечер, посвящённый Савве Мамонтову. Представить, например, такой вечер, посвящённый Морозову или кому-то иных из меценатов в эти годы невозможно, кроме разве что Третьякову, да, и вообще братьям Третьякову. Поэтому по достоинству заслуги Савве Мамонтову были поняты рано достаточно. И действительно, вот сейчас, если вы приедете в Сергиев Посад, то вы на привокзальной площади увидите замечательный, на мой взгляд, памятник Савве Ивановичу Мамонтову, потому что он строитель северных дорог, один из главных инициаторов освоения русского севера. Вот если мы едем на поезде в Кострому, например, или в Кинишму, мы едем только благодаря Савве Мамонтову, потому что он, прилагая очень большое количество усилий и скептиков разных переубеждающих, считал, что, например, в Кострому должен быть железнодорожный путь, а другие говорят, да что, оттуда 200 лапти, что ли, из Кострома? Он говорил, это наш русский город, и у него должен быть железнодорожный путь. Он понимал все, например, угрозы и все преимущества железнодорожных путей, связанных, например, как бы мы сейчас сказали, с геополитикой. Он был очень мудрый и очень дальновидный человек. Марат, чтобы закольцевать этот разговор, хочу сказать, во-первых, не упустить ни одну из постройок, которые находятся на территории усадьбы. Это и баня, терем, и избушка на курьих ножках, естественно, храм, естественно, главная усадьба. Кухня. Дом, кухня, мастерские. Все это обязательно сходить, и в каждом любой человек найдет что-то интересное для себя. И хочу еще вспомнить, что на территории этой усадьбы был же построен лечебный корпус, и там отдыхала и Любовь Орлова, и Григорий Александров, другие творческие люди СССР. То есть преемственность и в 20 веке тоже. Да, и советские художники на дачах жили вокруг Абрамцева. И Вера Мухина там, кстати, создала макет своего рабочего и колхозницы. Да, но надо сказать, что уже при Мамонтове не все художники, не все его гости жили, собственно, на территории усадьбы. Например, если, скажем, приезжал Репин раньше, а там, скажем, Поленов позже или наоборот, то кто-то из них, скажем, снимал дачу в Ахтырке в такой деревне совсем рядышком. Вот, кстати говоря, Ахтырская крестьянка, да, глаза-то взяты у Веры Мамонтовой для Алёнушки, а, собственно, сам облик этой девушки сказочный, он списан, собственно, со одной из жительниц, да, крестьянок села Ахтырка, совсем рядышком от Абрамцева. Поэтому река Воря, например, к ней тоже надо, ну, спуститься, не спуститься, вы всё равно её неименуемо увидите, да. Когда-то на ней был, ну, в кавычках, конечно, потешный такой флот, организованный Поленовым. А вот эти все объекты, говоря таким скучным языком, да, они должны быть обязательно посещены, потому что каждый из них имеет какую-то ещё не только художественную ценность, но и музейное наполнение. Ну, вот, например, на кухне, да, или в кухне, там же ведь целая интересная крестьянская выставка народного искусства русского в усадебном доме. А на Поленовской даче проходят сменные выставки, о которых мы вначале поговорили. И вот совсем скоро, 25 декабря, там стартует выставка «Страны и странствия». Ведь, как известно, Самый Иванович Мамонтов очень любил путешествовать, понимал смысл путешествия, считал для себя это лучшим отдыхом. И он и его жена Елизавета Григорьевна готовились к этим поездкам, делали заметки, даже создавали своеобразные путеводители. Вообще, когда я читал об Абрамцеве, когда я слушал экскурсоводов, там меня удивляло количество времени или умение временем распорядиться, которое было присуще Мамонтову и его современникам. С одной стороны, он в 7 утра уезжал, он же железнодорожник, он же по железной дороге уезжал со платформы Абрамцева, по-моему, или из Ходькова. Он уезжал в Москву каждый день и возвращался вроде бы поздно. И тем не менее, находил время для пьес, для спектаклей, для путеводителей составления, для общения с художниками и для ведения в течение дня коммерческих своих дел. Кстати, тогда была, ну и она, в общем, многими сохраняется и сейчас дачниками традиция, всё-таки обиход такой, жить на даче в тёплое время. Поэтому Абрамцево, оно не зимнее было. Где-то, ну так, в сентябре-октябре хозяева покидали Абрамцево, переезжали на Садово-Спасскую улицу в Москве, особенно когда дети начали учиться, уже уезжали раньше. Но, тем не менее, вот этот летний сезон, а начинался он рано, в апреле. В апреле они возвращались снова. Да, вот эта бурная, активная жизнь. Кстати, и храм-то появился. Почему? Потому что в одной из половодий, значит, не смогли они достичь, по-моему, Ходькова монастыря, да, куда они на Богомоле ездили. И было принято решение поставить свою домовую церковь. Да, кстати, богомольцы. Есть знаменитая картина Репина, крестный ход в Курской губернии. Вроде бы Курск это губерния, а урядника Богомолки, они местные, Ходьковский, Репин их здесь подсмотрел. Так что очень много историй великих русских картин, они связаны с этим очень небольшим по своей территории местом, наполненным художественной жизнью. Я завершу, наверное, разговор словами знаменитого реставратора Савы Емщукова, который сказал о том, что такое Абрамцева. Это как Евгений Онегин, как мёртвые души, только в музейном виде. Мне кажется, больше тут не прибавится. Да, безусловно, это так. Кроме того, если у вас остаётся время, а особенно если вы едете не сейчас, как такие шумеречные дни, и очень быстро световой день завершается, а когда у вас полноценный день, большой, то, конечно, можно поехать в село Радонеж, ну, связанным, понятно, да, с историей жизни Сергия Радонежского. Можно поехать в женский Ходьков монастырь, который мы сегодня упоминали, где похоронены родители Сергия Радонежского, так их и называют, ходьковские чудотворцы. А можно поехать в Мураново, это другой район, Пушкинский район, чуть ближе, по-моему, это к Москве получается, да, если ехать от Абрамцева в сторону Москвы. Но, тем не менее, очень интересная усадьба, причём интересная усадьба, там один герой, Фёдор Иванович Тютчев, но при этом был он, как известно, в этой усадьбе или не был, это остаётся легенде. Да, по легенде, по семейной легенде он был то ли один, то ли два раза, а кто-то говорит, что он там не был и ни разу. В общем, это такая тайна, покрытая мраком, но гости из одной усадьбы и другой усадьбы такое ощущение, что иногда перетекали, как Гоголь, например. Мураново, конечно, оно компактнее, оно, может быть, да, не имеет такой художественной славы, да, как Абрамцу, как Абрамцевский художественный кружок, но очень занятное им будет это посещение, потому что, если вы хотите узнать о жизни Тютчева и его времени, и его современниках, окружении его, то в России есть два, фактически, музея этому посвящённых. Один находится в Брянской области, это далеко всё-таки от Москвы, а один вот совсем рядом в Мураново, и поэтому Мураново посетить стоит. И действительно существуют ещё в советских времён вот эти художественные такие маршруты, да, Ходькова, Абрамцева, Муранова. Мне, кстати, в Мураново нравится то, во-первых, что это, ну, даже многие называют, ведь это музеем двух поэтов, да, если вы от Тютчеви знаете много, то о Боротынском, может быть, даже мало что известно. Посетителю будет интересно послушать о семейных преданиях, о семье Евгения Абрамовича Боротынского, об Энгельгартах тоже, потому что экскурсоводы рассказывают все семейные предания, и практически каждая вещь, она подлинная. Да, и то же самое касается Абрамцева. Не будем показывать пальцем, что называется, на другие музеи усадьбы очень известные, которые восстановлены, которые полностью реконструированы. Даже слово реконструкция сюда не подходит, они просто восстановлены с нуля. А Абрамцева и Муранова – это подлинные усадьбы. Вот если вы заходите в Абрамцевский дом деревянный, да, он тщательно реставрировался, была очень хорошая ремонтная работа вот последние годы, но, тем не менее, это то дерево, которое помнит Мамонтово, которое помнит Аксакову, Гоголя, Шаляпина, Коровина. Вот эта подлинность. Вот в Мураново та же самая история. И Мураново такая же история. И поэтому обе усадьбы, мне кажется, достойны своего посещения, потому что чувствуешь присутствие хозяев. Вот возвращаясь к Абрамцеву, опять же, и возвращаясь к моему любимому там пространству, это особенно заметно в столовой, которая, кстати говоря, очень аскетично оформлена, я имею в виду, стол. То есть на нём нет, как в некоторых вот бывает усадьбах, такие провинциальные немножко черты, может быть, музейщики такое придумали, когда они там нагромождение какое-то организуют посуды, а здесь вроде бы ничего нет особенного, но кажется, что сейчас двери отворятся, забежит сюда Верочка, сядет рядом с ней Валентин-Антон, художник Великий Серов, и он будет создавать её портрет. Вот этот эффект присутствия хозяев и того, как эта жизнь здесь текла, как она была организована, он присутствует в обеих этих усадьбах. Я ещё про Муранова скажу, что у них, на мой взгляд, замечательная новогодняя программа, вот каждые выходные, субботу, воскресенье до 11-12 января будет такое большое новогоднее путешествие. В главном доме будут рассказывать о рождественских традициях, о том, как Рождество отмечали в семье Боротынских, в семье Тютчевых. Всегда интересно узнать, да, как и вообще, есть ли какие-то отличия от того, как мы сейчас отмечаем эти праздники, послушать рассказы экскурсоводов на тему того, как это отмечалось в боярских, в дворянских семьях. Да, потому что вот эта старая история усадебная, она тоже музейщиками здесь сохранится. Я имею в виду до 19-го века. Вы вот не случайно сказали о боярских, например, традициях? Это же ведь земля-то историческая, радонежская земля. И поэтому разговор об средневековой истории здесь тоже уместен. И поэтому это не только погружение в русскую усадебную культуру 19-го века, это и более древние пласты. Ещё отмечу, что в Мураново есть тоже замечательная такая возможность попробовать блюда 19-го века. Там есть такой персонаж, повар Дормидон Твикентьевич, вот он готовит блюда по рецептам 19-го века. Можно, в общем, всё это тоже отведать. Ну, давайте для москвичей и жителей Ближнего Подмосковья понятно где, но для тех, кто впервые, допустим, оказывается в Подмосковье, мы укажем, что это всё-таки северо-восточное направление от Москвы, это Ярославская железная дорога, если по электричке, а в память о Сави Ивановиче Мамонтове, я думаю, что надо обязательно воспользоваться железной дорогой, посещая эти места. Допустим, если это Абрамцево, то есть и платформа Абрамцево, есть и станция Ходьково, и оттуда и оттуда можно достичь Абрамцево. Я посещала эти усадьбы на автомобиле, а мы ехали из Москвы по Ярославскому шоссе, и как раз у нас была возможность заехать и в Мураново, и в Абрамцево, и в Ходьково. Я считаю, что это совершенно прекрасное времяпрепровождение, и можно уложиться в световой день. Ну, конечно, лучше, если он будет длинный, а не такой короткий, как сейчас, но тем не менее, даже сейчас, мне кажется, эти обе усадьбы, они прекрасны практически в любой сезон. Ну, сейчас зима тёплая, декабрь тёплый, непривычно. Да, как-то Морозов нам не обещает на Новый год и снега тоже, но тем не менее. Да, поэтому пейзаж октябрьский, фактически, или мартовский, кому как нравится. Поэтому можно действительно их посетить, тем более в рождественские новогодние дни обе усадьбы подготовили очень интересные программы. А ещё посмотреть художественные фильмы. Абрамцево играет отнюдь не второстепенную роль, например, это «Солярис» или «Первая любовь», или совсем недавний фильм режиссёра Авдоти Смирновой «Два дня». Да, замечательный, кстати, фильм. Он очень, как мне кажется, такой музейный, если можно такое разобрать. Вот мне тоже так показалось, когда я его смотрела. И, кстати, это меня сподвигло съездить в очередной раз в Абрамцево. А говорят экскурсоводы, что если вы туда приехали один раз, вы не можете туда не вернуться. И это действительно так. Марат, спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Сегодня в «Культурном путешествии» говорили о подмосковных усадьбах Абрамцево и Мураново. Спасибо и до новых встреч. Культурное путешествие